Наконец-то! Компания Apple выпустила iOS 18 RC, которая содержит ну просто гениальную фишку, которую люди ждали без преувеличения годами. Меня зовут Максим, вы на канале Dainless Lounge. Сегодня расскажу, что там такого показали. Поехали! Итак, без лишних слов, вышли у нас с вами iOS 18 RC. Скачивается, естественно, полный пакет. Помимо этого, всякие вышли WatchOS, TVOS, VisionOS, macOS и так далее. Все, естественно, в RC-исполнении. Весить будет много 6-9 ГБ в зависимости от вашего устройства, с какой бы версии ни обновлялись, потому что RC-версия. Помимо этого, выпустили еще iOS 17 7 RC, но там, естественно, только патчи безопасности. Но если мы говорим про 18 RC, самая главная фишка именно этой RC-версии. Не все iOS 18, а именно этой RC-версии. Конечно же, я говорю про возможность установки паузы во время съемки видео. Шах и мат андроеды, как скажут некоторые люди, и будут правы, потому что очень долго владельцы Android-смартфонов щемили айфончиков за это. А теперь, пожалуйста, пауза у нас с вами есть для записи видео. Ура, ура, наконец-то дождались. Если мы говорим о том, есть ли что-то еще, пока ничего глобально нового не нашли. Но опять же, это RC-версия, для этого это абсолютно нормально. Когда у нас с вами случится релиз? Релиз у нас с вами случится 16 сентября в понедельник. После восьми вечера по Москве, опять же, к релизу, к дню релиза для вас будет готово отдельное видео на YouTube, где я вам расскажу, как, что, зачем, почему все новые функции iOS 18, которые заслуживают вашего внимания, сделаем для вас отдельный видос, ну как обычно. Я же себе пока эту версию поставил по производительности, в принципе, плюс-минус на том же уровне. Если смотрим на тесты, то тоже все, в принципе, на том же уровне. Я завтра, естественно, весь день похожу, конечно же, и в телеграм-канале к концу дня, либо послезавтра утром вам расскажу о том, как вообще эта система работает хуже, лучше относительно восьмой беты. Напоминаю, что тест актуален для меня, но так как я тестирую абсолютно каждую версию, то он более-менее релевантен, и вы плюс-минус можете на него ориентироваться. Собственно, дополнительно, потому что вижу уже много вопросов, а как пересесть с RC-версии на релиз, а если у меня 18.1, как мне что, нужно откатываться, не откатываться, а если у меня iOS 15, 16, 17, как мне нормально обновиться, по проводу, по беспроводу, вот все эти вопросы я закрою в видео, в котором расскажу, как правильно обновиться на iOS 18. Выйдет скорее к концу недели, оно уже отснято, подготовлю его для вас, чтобы вы были в курсе. Если же этот ролик вам понравился, был чем-то полезен, по-моему, большой партнер, мне это будет приятный помощь с каналом в развитии, там внизу, подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного интересного, не пропустите. YouTube вам пришедет уведомление с выходом нового ролика. Естественно, в комментах пишите, как вам iOS 18 RC, довольны ли вы, наконец-то, кнопкой паузы в записи видео. Ну и, конечно же, если вдруг пропустили, у нас там вышли итоги презентации Apple, тоже про это в ближайшие дни будем говорить, так что много нас ждет контента, а потом айфончики в продажу поступят, в общем, будет весело и интересно. Ну и, конечно же, вот эти два видео специально подобраны на алгоритме YouTube, зацените, если не видели, все, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. У нас с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok